Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей, и сегодня Эмма Стоун и Райан Рейнольдс поделятся с нами небольшим кусочком своего детства. Расскажут, что любили смотреть и чем увлекались, что носили на праздники и как ладили со своими братьями, когда еще были совсем карапузами. Ну а также мы рассмотрим некоторые интересные детали и подробности, связанные с будущим киновселенной Марвел, в которой эти два актера, ну по крайней мере один точно, имеют непосредственное отношение. Ну и конечно, параллельно мы с вами нарисуем небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале. Все ссылки в описании. Итак, это интервью Эмма и Райан давали в честь выхода второй части мультфильма «Семейка Крутц», в озвучке которого они принимали участие. Особо сильно не пугайтесь, да, вторая часть вышла и мировая премьера состоялась еще 25 ноября, но так как Россия по всей видимости не относится ко всему миру, мы увидим его с 24 декабря. Не привыкать. «Чудо-юдо-женщина у нас вообще вон 14 января выходит и ничего». Вспоминать свое детство в этом интервью Райану и Эмми помогали дети, на вопросы которых они отвечали. Первый вопрос им задала 6-летняя девочка по имени Брухлин. Она их спросила, какое кино они любят смотреть вечером в семейном кругу. «Снеговик». Это такой мультфильм, который заставляет детей немножко задрыхнуть. «Снеговик» — это очень старый мультфильм, и ясен пень, что он про снеговика. Его спродюсировала и создала женщина по имени Даяна Джексон. Он нереально старый и очень красивый. И там почти нет диалогов. Все дело делает музыка и анимации, что невероятно потрясающее. «Какое кино мы любим смотреть вечером?» Ну, когда я со своей семьей, честно говоря, я, пока я росла, я смотрела очень много таких жутковато-забавных фильмов, типа «Семейки Адамс», «Фокус-покус» и «Битлджус». Так что это, наверное, самые любимые фильмы, которые мы можем посмотреть на вечернем семейном просмотре. О, да, знаменитая «Семейка Адамс», «Бегающая рука», «Огненные страстные танцы» и «Волосатый чепушилла», который родил маленького волосатого чепушилу. «Битлджус» тоже еще тот прикол. Очень долгое время я даже не подозревал, что его играл Майкл Китон. Неплохо он так сыграл подобие Джокера, а потом резко перескочил на Бэтмена. Надо сказать, что Эмма Стоун теперь сможет смотреть эти фильмы в своем собственном семейном кругу. Да, с Гарфилдом не срослось. Тем не менее, ходят слухи о том, что она в роли Гвен Стейси и Кирстен Данст в роли Мэри Джейн засветятся в этом теперь настолько многообещающем третьем «Человеке-пауке». И если с персонажем Кирстен Данст все понятно, Эмм Джей была жива-здорова в третьей части «Человека-паука» с Тоби Магуайром, то с Гвен Стейси возникают какие-то непонятки, так как в фильмах с Гарфилдом она погибла, что наталкивает на мысль о том, что возможно мы увидим совершенно другую версию Гвен Стейси. И возможно это та, которая Гвен-паук? Что было бы еще как офигеть круто и неожиданно? Но огорчает тот факт, что Соня официально пока еще об этом не заявляла, и можно опираться лишь на авторитетные источники типа Коллидор. Да и вообще с сентября ходили слухи о том, что Эмма беременна, хотя по этому интервью не скажешь. В общем, до конца пока точно не ясно, но если эту парочку возлюбленных Паркеров реально вернут, я буду очень рад. Следующий вопрос актерам задал мальчик Лэндон, 4-х лет. Он поинтересовался, какой у них любимый вид спорта. Лэндон хотел бы узнать мой любимый вид спорта. Мой любимый спорт это... Ой, ё. Знаешь, я канадец, Лэндон, поэтому хоккей. Также, когда я был малой, я играл в футбол. Европейский, безопасный футбол. В общем, это мои любимые виды спорта. Да, большой фанат Ванкувер Кеннекс. Мой любимый вид спорта, который я люблю смотреть, это баскетбол. Обожаю смотреть баскетбол. В этом году было очень забавно наблюдать за игрой. Даже несмотря на то, что они были как в пузыре. Ммм, да, я с ней соглашусь. На самом деле, из всех видов спорта, которые мне хотя бы было бы интересно смотреть, я бы выбрал именно баскетбол. Это действительно динамичная и даже круто выглядящая игра. Особенно, когда профи творят что-то невероятное с этим мячом. Виртуозно, хрен пойми, с какого расстояния забрасывая мячик в кольцо. Следующий вопрос, наверное, поможет многим немножечко увидеть частичку самих себя в Эмми или в Рейнолсе. Две маленькие девочки, Мэдди и Джорджи, спросили их, что больше всего им нравится готовить на кухне. Уверяю, что ответ Эммы можно использовать в некоторых случаях как ответ на подобный же вопрос только в ваш адрес. Итак, что ты любишь готовить на кухне? Мое любимое блюдо, которое я люблю готовить? Эм, наверное, печеньки. Я знаю. Легкоть неополнейшее, но они вкусненькие. Вот что я люблю готовить. Мое любимое блюдо, которое я люблю готовить на кухне, это вообще не готовить. Я люблю делать макароны с сыром. Я делаю их только с маслом и без молока, поэтому там огромный кусок масла, который, вероятно, слишком здоровый. И в конце я добавляю порошковый сыр. И на этом мое большое кулинарное приключение заканчивается. Ну, у вас тоже примерно на этом заканчивается ваше кулинарное путешествие. Судя по тому, как она любит кухню, ну, во-первых, ее мужу офигеть как повезло, а во-вторых, ей обязательно нужно познакомиться с Джоей Бетти, а.к.а. Лютиком. Он-то вообще мастер профессионал на кухне. Если вы знакомы с сериалом по ведьмаку, то глянуть, какие кулинарные изыски готовил этот парень, можно, перейдя по подсказке. Следующий вопрос был исключительно максимально мимимишно задан, что его было бы просто грех не показать. Привет, Эмма Стоун и Райан Рейнольдс. Я Мэдисон, мне три годика. Моя любимая песня Тейлор Свифт, это... Какая ваша любимая песня? Понимаете, да? Этот вопрос естественный. Абсолютно точно растрогал Эмму. Это заставило меня прослезиться от смеха, она такая милая. Эмма... Какая моя любимая песня Тейлор Свифт, Мэдисон? Это очень-очень-очень сложно сказать, потому что мне многие нравятся. Это даже невозможно на самом деле. У неё недавно вышел новый альбом, фольклор, и мне очень нравится песня оттуда, Август. Вот сейчас. Я просто чуть раньше её сегодня слушала. Но мне нравятся многие из её песен, поэтому это очень сложный выбор. Я думаю, что есть... То есть я не думаю, что есть её песни, которые я не могу назвать любимой. Они почти все мои... Мои любимые. Я их все обожаю. Они постоянно играют у меня дома. Мы обожаем... Тейлор Свифт и её обширный и прекрасный каталог музыки. Что ж, у меня есть парочка треков Тейлор Свифт в плейлисте, но я определённо давненько их не слушал. Следующий вопрос ребятам задали двое братишек, Ника и Оуэн, 8 из 6 лет. Они спросили, ладили ли они в детстве со своими братьями и сёстрами. Что ж, Ника и Оуэн, ладил ли я со своими братьями? Когда был маленьким, я был самым младшим из четырёх братьев. Так что мы шикарно ладим сейчас. Детьми мы конкретно срались между собой. Мне жаль своих родителей, потому что мы ломали всё вокруг. Ну да, сейчас мы хорошо ладим. Я ладила со своим братиком, когда мы были маленькими. В детстве мы были с ним прям очень разные. Он любил футбол и спорт. А мне нравилось петь и выступать. И... Сейчас мы ладим ещё лучше, потому что у нас всё больше и больше общего, чем старше мы становимся, но... Мы и маленькими неплохо ладили. Эмми в этом плане однозначно повезло чуть больше, чем Рейнольдсу. Очевидно, что ему, как самому младшему, там до поры до времени приходилось выживать. Но всё в том же будущем третьем Человеке-пауке, скорее всего, поладят между собой Ото Октавиус и Электро. И сыграют этих персонажей, что уже не удивительно. Актёры, которые играли их в прошлых фильмах. Доктора Ото Октавиуса вновь сыграет Альфред Малина, который, на мой взгляд, шикарно справился со своей ролью. Во второй части Паучка с Тоби. Ну а Электро Ясен Красин сыграет Джейми Фокс, сыгравший во второй части Паучка версии Гарфилда. Естественно, фанатов это в очередной раз наталкивает на мысль о том, что в фильме появится ещё и зловещая шестёрка. Но об участии других злодеев пока неизвестно, поэтому говорить ещё рановато. Зато самое время поговорить о том, что по слухам на этих фотографиях из Лос-Анджелеса, Тоби Магуайр прибыл для примерки костюма Человека-паука. Актёр был замечен в Калифорнии 10 декабря у гардеробной. И могу сказать, что на мой взгляд, он даже в очень неплохой форме. И видно, схуднул для роли, и потом подкачается. В общем-то, в принципе, даже не важно, так как колдовые фанаты трилогии Сэма Рэйми от этой новости выпали просто в осадок. Считаю эту новость лучшим, что могло произойти в 2020 году. Следующий вопрос задала девочка Глория. Она спросила, что бы вы делали, если бы жили в пещере, как персонажей из семейки Крутц. Если бы я жила в пещере как семейка Крутц, я думаю, я бы всегда хотела дрыхнуть, потому что в пещере капец как темно. Так что я была бы, наверное, как медведь, и впала бы в спячку, и много бы спала. Не думаю, что в пещере я была бы слишком активной. Я, наверное, скучковался бы в эту большую семейную собачью кучу, что они делают. Это ржачно. Звучит не так весело для того, кто будет внизу, но это буду, скорее всего, я, потому что я папа. И большинство детей любит на меня набрасываться, когда я очень крепко сплю. Поэтому я буду чалиться внизу. Но очевидно, что в пещере, кроме как спать, больше делать-то и нечего. Это же пещера. А, ну можно рисовать на стенах еще. Далее девочка Ива спросила у них, какой фильм и сериал был их самым любимым в детстве. Мой любимый фильм «Останься со мной», я был слишком мелкий, чтобы его смотреть, но я смотрел. Это был мой первый фильм с третинга МР, но это был отличный фильм. И мое любимое телешоу, мой отец, мой покойный отец, он любил, эээ, «Башни Фолти». И, эээ, да, там было около 13 серий, так что мы все время его смотрели, так что я любил «Башни Фолти», когда был маленьким. Их просто дофига. Много шоу, которые многие, многие молодые люди сейчас вообще не узнают. Был такой сериал, «Клариса объяснит все», он мне очень нравился. Сериал, который назывался «Салют твоим шортом», был крутой. И «Ох уж эти детки», мне тоже очень нравился. И мне нравился мультсериал о взрослении русалочки. И «Красавица и чудовище». «Волшебники из страны ОС». Очень много разных сериалов и фильмов, короче. Ну, многое из того, что она назвала, мне вполне знакомо. «Русалочку» я смотрел, «Красавица и чудовище» тоже. «Ох уж эти детки», это вообще легенда. Мульт, который я включал каждый день, когда приходил со школы. Точнее, он начинал идти в то время, как я приходил, по-моему, даже по ТНТ. А актриса из «Клариса знает все» это милица Джон Харт, которая играла в «Сабрине маленькой ведьме», которую я тоже смотрел. Так что, в принципе, не все потеряно. Ну и последний вопрос, связанный с их костюмами, задал мальчик Бо. Он спросил, какой у них в детстве был самый любимый костюм, в который они любили наряжаться. Когда мне было пять или, может быть, шесть, я нарядилась, как Мартиша Адамс на Хэллоуин. И это был мой самый любимый костюм, потому что нужно было носить длинный черный парик и длинные красные ногти. И я просто чувствовала, и еще даже немножечко помады, наверное, я чувствовала себя, ну, очень крутой. Я же люблю семейку Адамс, так что это было очень весело для меня. У меня был реально говняный костюм Супер... Супермена. Ну вот просто кошмар. Но мне нравился, то есть для меня он был как настоящий костюм Супермена. Хотя в нем я даже и близко на него похож не был, но он мне нравился. Ну теперь-то у Райана самый офигенный костюм, который вообще можно было бы себе представить. Теперь-то он уж без зазрения совести может стебаться над всеми супергероями, их слишком обтягивающим трико и трусами поверх них. И надеюсь, в скором времени мы вновь увидим его выкрутасы в Дэдпуле 3, так как работа над этой картиной уже прилично-таки сдвинулась с места. Как сообщалось ранее, третья часть будет отчасти продолжением предыдущих двух картин про Дэдпула и также своеобразной перезагрузкой, так как 20-й век Фокс теперь у Дисней. Но тем не менее, несмотря на это, рейтинг R обещали оставить, так как без него, сами понимаете, Дэдпул это уже не Дэдпул. Кроме того, Райан Рейнольдс как-то заикнулся, что был бы не против увидеть в фильме про Дэдпула Паучка в исполнении Тома Холланда. И фанаты этого, естественно, с нетерпением ждут, так как у Дэдпула и Паучка особые отношения. Да и сейчас, учитывая то, что Дэдпул, считай, примкнул ко вселенной Марвел, эта встреча более чем вероятна. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в инстаграм. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Игорь Негода.